Всем привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму, к H5. То есть, это наверняка предпоследняя, или может даже последняя серия этого дополнения, потому что сегодня мы будем обустраивать свой дом. Я знаю, это рутина, но всё-таки я решил это всё показать. Ибо просто это часть этого дополнения, без неё никуда. Так. Быстро же закончилось. Мои запасы ресурсов. Так, ну ладно. Сейчас сделаем то, что можно, и пойдём уже тогда сделаем говодики. Побыстричку. Как вы видите, текстурки перевелись. Так. Ещё вот бы полочку. Ну вот. Видите, дом постепенно преображается. Сейчас надолбём ещё гвоздей. И тогда уже закончим с этим. Хотя я слышал, тут ещё можно детей заводить. Ну, посмотрим. У меня на этом персонаже даже жены нету, поэтому придётся завести. Тогда это, пожалуй, будет предпоследняя серия, а в последней я уже займусь семьёй. Так, нам нужны гвоздь. Так, нам нужны гвоздь. Детали у меня полным-полно. Так, ну, в принципе, да. Пока что хватает всего. Ну, ведьмедя у меня нету. Ну, это уже потом. О, витрины. Прикольный такой дом получается. Так, на бочку. Железный слиток на бочку? Зачем? Господиа. Это ж надо? Не, ребят, это чё-то вообще. Чё-то как-то это проблематично. И железо нужно в первинной форме. И так. Это, по-моему, чё-то какой-то дебилизм слегка. Так, высокий шкаф. Ну, ясно, петли нужны. То есть, петли железной слитки. Хорошо. Одноместная кровать. Давай. Давай двойную кровать, что ли. Ну, и две одноместных. Это для детей, наверное. Так. У меня что, дерево закончилось? Прекрасно. Я думал, у меня всё есть. Тут, оказывается, вон какие проблемы. То есть, нужны брёвна, петли и железные слитки. Так, хорошо. Тоже немного печалить начинает. Ну, ладно. Не помешало бы коврок ещё постелить тут. Ну, это... Это ладно. А тут... О! На хокке-то хватает. Бревно, бревно, бревно. На всё брёвна нужно. Ну, тут... Тут у меня уже всё обставлено. Это моя, так сказать, тепличка. Всё, надеюсь. М-м-м-м. Алина, брёвна. Вот, блин. Хорошо тогда. Сейчас пойдём заниматься добычей ресурсов. То есть, алина, брёвна. Хорошо. Отправимся, пожалуй, в Ривервуд. Там должно быть это всё. Хотя нет. Забрёл нами надо отдельно сходить. Так, а что у нас тут есть? Так, на лесопилку отправимся. Попозже. Сейчас глину. Олень. Где цель? Да, вот это вот такая рутина. Вот это всё дополнение. Оно такое есть, и оно такое всё. Но результаты, в принципе, поражают. Стоит немножко помучиться, чтобы сделать практически свой дом. Так. Хватит. Теперь на лесопилку попросим у вампиров немножко немножко брёвен. Ну как попросим. Купим. Для чего же? Прекрасное создание. Разработчики, вы молодцы. Нарисовать такое. Стой. Лампир, стой. Блин, не успел. Ну ладно. Что ж, придётся ждать. Думаю, часов до 7. Утро. Хотя нет, даже пускай до 10-ти будет. Духа, нечё. Вдрыхнуть в это время. Так, ага, вот. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Курей-комиш. Я хочу купить. Да. Нет, подожди. Деньги? Зачем это ты, милая? Упс. А вот этого я не рассчитал. У меня, оказывается, денег нету. Опа. Ну ладно. Придётся использовать консольную команду. Ибо мне тупо, падло, идти что-то продавать. Это... Ну это капец, как я на это, как я не посмотрел. По-моему, так это делается. Так, ну, 10 тысяч. Да. Помню, я консольную команду, прекрасно. Нет, нет, ну блин, ну какого хрена, ну чё ты прилетел, мразь. Иди сюда. Иди сюда. Тихо будет. Вот мразь, да? Спускайся. Сволочь. Сел себе на дом и сейчас будет там сидеть. Ну ладно. И на таких найдём управу. Хотя, в принципе, зачем? Сейчас я... ...то с арбалета расстреляю. Надо. О, блин, да я всё время забываю. Как с арбалета стрелять-то? Попал? Нет. Иди сюда. Попал сейчас менять тираней долго будет. Так, хорошо, критическое попадание. Сейчас ты, подлюка, сдохнешь. Сейчас ты, тварь, будешь... ...получать. Денем наши клинки в суммой. На 600 урона. Чё... чё происходит? О, ты мразь. На критическое попадание. Ну, фаталити как-то... ...не то, чтобы очень додумали, но... ...терпи-мо, ладно. Приехал древний дракон. Не буду с тебя ни чешуё брать. Под кабалкой. А, душу давай. Прекрати. Так. Да, подергал ты меня. Теперь. Займёмся тем, зачем пришли. Стой. Да. Иди сюда. Так, ещё. Ещё. Немного надо. Ну, всё. Иди, посмотри на дракона. Думаю, тебе понравится. А нам пора в Риверрут. За железом. Вот вечно так. Идёшь в одно место, а, блин, затягивают. Тянут и тянут. Блин. Не дают добраться. То этот дракон, блин, то теперь деньги. Ну, вообще. Мне просто жалко было продавать вещей, поэтому я четвернул слегка. Кому интересно, посмотрите команду на паузе. Так, ну, давай, тренерская, давай железную. В умную руду возьму, пускай будет ртуть. Так. Больше у тебя ничего нету. Хорошо. В Риверрутском торговце есть? Есть чак. Спасибо тебе большое за то, что позаботил дябать. Побрякушки, всякая снятина и прочие интересы. Так. Чего у тебя есть? Так, красное платье. Это наверняка для детей уже. Но дитями мы будем заниматься папа Ж. Так, корунду за руду возьму. Метла. Зачем нам метла? Какие-нибудь слитка больше нету. Все? Да. У нас что-то как-то не очень. Ну, в принципе, ладно. Отправляемся уже. Где-то, 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 блин. Я потерял, что ли? А вот. Поместье у озера. Этот гарпич. Прикольно было бы поиграть не в Skyrim, а, допустим, в Hammerfell. Или как там называется. Родина редгардов. Так, что нам, собственно, нужно? Так, у меня 10 слитков. Мне нужно хотя бы, хотя бы чуть-чуть петель. Ну, ладно, еще на одну. Остальное пока оставим. Теперь на переплавке немножко... Немножко железо подсоберем. Корунда выслит так один. Это так очищенный лунный один. Это тоже хорошо. Ну, и малахит. Все, больше ничего. Да, прекрасно. Я думаю, этого нам хватит. На какое-то время, по крайней мере. Как там мои... Как там мои цветочки? Вырастали уже? Ядовитый колокольчик. Хорошо. Смотрите, растет. Круто. Можно промышлять этим. Зарабатывать. Тут, по-моему, не было этих светильников. То есть... И снаружи дом можно прекращать. Было бы прикольно. Так. Так, ну тут... Головы всяких животных. Это... Нужно будет просто на охоту сходить. Железные детали. Как это я... В принципе... Ладно. Я думал, у меня их навалом. Кажется, нет. Ну ладно. Сейчас... Сейчас сделаем... Парочку. А, да. Меня спрашивали... Давай, начинай. Вышел этот... Dragonborn. Почему я не играю в Dragonborn? Потому что... Я хочу купить лицуху. А на лицуху пока нету... Лавая. Вот и простой ответ. Почему я не играю в Dragonborn? Твою ж мать! Ты... Ты че сюда пришел? Ты, мразь! Какого, собственно... Ну ладно. Больше никого нету. Ты друзей не привел козлину? Это капец! Такую херю увидишь, знаете... Ночью вышел покурить. И вот, на тебе... Подарок такой. Ху, черт! Да, это довольно неожиданно было. Ну ладно. Так. Че у нас тут с мебелью? Для начала мебель. Мм, потом... Стенды. Стенды это хорошо. О, химическая лаборатория. О, камин! Камин? Камин это надо. Камин это по-любому. Люстра. Да. Кентаграмму душ. Тоже да. На химическую лабораторию. Поскольку... Это нам... Завсегда. Ну и пару сундуков. Мебель. Стул. Квадратный стул. Поставим витрину. Маленькую витрину. Стул. Ну... Ну и один... Одну табуретку пускай. Доспехи пускай будут. Полки для книжек. Так, стеллаж. Опять на гвозди не хватает. Да что ж такое? Вечная проблема с этими... Гвоздями. Так, что тут у нас получилось? Более. Вы только посмотрите, да? Более. Круто. А тут что? Так. Все. Гвозди, гвозди, гвозди. Дубельный станок. Квадратный стол. Мишени для стрельбы. Дубельный станок поставим, в принципе. Волока. Стоп. У меня уже появилась шкура медведя, поэтому... надо поставить ее тут, при входе. Чтобы было красиво. Лва медведя. Суперски. Теперь. А на втором этаже что? Ой, и на втором этаже украсилось так все. Ну нет. Маленькая пиктограмма душ. Маленькая пиктограмма душа. Микен. Ты что-то какой-то... Ой. А, я понял. Ты должен там стоять. Ну. Ну, я думаю... Я думаю, ты сам перейдешь. Ладно. Так. Блин. Эти баги вечно. Ну, по крайней мере, я разобрался с этим. С фиолетовыми текстурами. Даже не с фиолетовыми, а с розовыми. Это из-за High Resolution текстур пака. Было. Пришлось просто установить корректирующий патч. То есть... Просто сложно было понять, из-за чего это. Так, нам нужны еще г-возь. Стоять. Это что такое? Амулет костяного ястреба. Это... Чего такое? Ничего нового нам больше не добавилось, нет? Может... Эбонит? Эбонит? Нет. Стекло? Тоже нет. Ну ладно. Блин! Ну, у меня опять нету железа. Да что ж такое? Что, опять придется идти? Хотя нет, стоп. Где-то тут я видел залежи... Залежи руды. Тут... За чем? О, железная руда. Видите, как я удачен. Намного нам ее, конечно, не хватит, но... Если это такая железа, как я думаю. А если она неиссякаемая, так... Ага, неиссякаемая. Оптимист. Ну ладно, хоть немного. Хоть немножко, хоть чуть-чуть. Давай, долбик. Такая унылая атмосфера получается у этого дополнения. Может, тут нет, нигде? Ничего. О, зерццо. О, старый знакомый. О, старый знакомый. Сосновая застала? Соседи, что ли? Ну ладно. Фиг с ними. Потом пойду, познакомлюсь. В более приятное время суток. Так. Ну сколько у меня железа хватит? Ага, на 6 штучек. Прекрасно. На 60 гвоздей. Хорошо. Хоть что-то. Олень. Твою мать. Нет, ну вы видите это? Морду. Так, ну давай еще один. И один слиток оставим про запас. Куда он пошел? Куда? Ну ладно. Черт с ним. О, кстати. Я так и не посмотрел. Сотый. Олень. Олень. Есть. Достал. Только что там далеко прилетел? Наверное, удар был невероятной силой. Давай сюда свои рога. Винятину. И бомефик. Так, это... Это у нас полуг. Хорошо. Будут знать, как со мной соседствовать. Надо будет еще, кстати, на сосновую заставу зайти посмотреть, нормальные ли у меня соседи еще. Но это уже потом. Это уже, когда женой обзаведусь с детьми. Вот такая вот скучная, рутинная серия получается. Ну, в принципе, нормально. Жить можно. Так, бочка. Бочка нам... Блин. Причем выключилась. Небель не надо. Стеллаж. Возьмем стеллаж. Ну и полки возьмем. Так, тут, в принципе, больше ничего ставить не буду. Тут у нас еще все стоит или нет. Сейчас посмотрим. На разные... Да твою же мать! Железных деталей теперь нет. А тут че? Бочка надежный сейф. А! Ну надежный сейф мы поставим. Мебель. Подожди ты, ну... Я покрутить хочу. Ну ладно. Берем. Так, железные детали, но это охренеть можно. Сколько я железа уже сюда перевел? Так, железный слиток. О, господи. Что ж такое? Роголосо. Вот это вот оно... Это вот он? Надежный сейф? Господи. Да, оно того стоило явно. Так, контейнеры. Блочка, блочка, блочка. Мебель. Пускай. Стоп. Один железный слиток? Нет. Стеллаж. Полка. Ага, был. Сундук. Одна дверная петля и железные детали. Да, блин! Еще одна лаборатория? У меня в другой раз. Детали железные детали. Детали железные детали. А, для того, чтобы там всякие приколы туда вешать. Маленькая люстра. Блин, опять же летные детали. Да что ж такое? Что мне не везет-то сегодня так? С этим говном. С этими железными деталями. Сюда поставим, в принципе, то, что мы можем поставить. В принципе, мы больше ничего не можем поставить. Это меня не очень радует. Вам поставим пару скамеек. Железные детали. Железные детали. Железные детали. С этим железом какие-то проблемы. Дефицит. Любильный станок. Ладно, сюда волка повесить. Ну, пускай будет. Ладно. Чего уж. Всякие тут животные. Худенько. Худенько. Вот это, кстати, не к месту тут, по-моему. Ну, в принципе, если тут везде будут висеть вот головы животных, то это будет нормально. Так, а что там у нас на втором этаже получилось? С чем туда положили? Ягоды. Это че мед? Пожди, подожди, 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 подожди. Пожди, подожди, подожди, подожди. Пожди, подожди. Это мед? Болин, быстрей. Пчелиный мед. Зачем он туда было поставить? Кошмар. Ну, ладно. Будем считать, что украшения. А тут че? Взбленно. Пускай будут полочки, еще полочки, блин, гвозди закончились, даже гвозди закончились, это жесть. Так, ну видите, полочки немножко преобразили, это все, счастье. Так, это, наверное, детские кровати, одноместные. Так. Да, в принципе, нормально. Тут сейфик небольшой. Ну, на что хватило, то и поставил, в принципе. Так, надо будет еще вниз сходить и посмотреть, что там у нас в подвале получается. И на этом, я думаю, будем завершать серию. Япона, япона, крыса. Какого дьявола? Тут крысы. Еще и такие большие. Капец. Какой-то кошмар. Так, сейф и сейф.